Ну что, мы с вами стали обучаться входить в трансовое состояние сознания и проделали сеанс вхождения и погружения в транс. Кстати, у вас очень хорошо у всех получилось. Но транс – это тренируемый навык. И это не такой вот гипноз, который прямой гипноз. То есть это альтернативный способ. Гипноз, он, кстати, тоже тренируемый. То есть если длительное время подвергать воздействию клиенту. И вот с помощью транса мы с вами можем наладить связь с нашим бессознательным. Потому что мы уже с вами говорили, что как-то нам не хотелось управлять и контролировать этот мир, но нами управляет подсознание. Подсознание. А уже потом, когда подсознание выходит, мы пытаемся собладать с тем, что выходит из этого подсознания. На уровне сознания. Подсознательная часть – это интеллект. То есть нас с детства обучали, что такое хорошо и что такое плохо. То есть мы очень обучены актуальным понятиям. Лучше, хуже. Выгодно, невыгодно. Ну и, соответственно, преданный, предатель там. Ну и так далее, да? И так же нам говорили, как правильно нужно себя вести. Что какие-то вот эмоции, что мы должны любить мир, что мы должны быть, в общем-то, вот хорошими, какие-то правильные, согласно этим правилам, да? А из бессознательного что-то выходит. Вот вдруг гнев какой-то выходит, да? Выходит, может быть, алчность. Жадность, да? И как нам быть? Потому что мы начинаем с этим бороться. Мы не принимаем очень много чего, мы не принимаем именно интеллектом. То есть получается, что у нас сознательная часть начинает бороться с нашей естественностью. Потому что мы немножко же от животного мира. У нас вот есть хвостик маленький, копчик, да? Волосы, все-таки они растут. Ну, мужчины больше. То есть мы и раньше, ну как это вот, животные полностью покрыты шерстью, да? То есть иногда нам присущи какие-то, которые выходят оттуда. Из бессознательного. И вот нам нужно усмирять интеллект и позволять этому проживать. Это естественно не о том, что это демонстрирует везде. Но внутри мы должны научиться проживать все чувства, которые дают нам бессознательно. Принимать это. Но дальше с помощью интеллекта мы не должны отрицать этого. Но после того, как мы позволили этому быть, вот, позволили этому быть. К примеру, я испытываю гнев. Я позволяю быть этому гневу внутри. Я пропускаю его. То есть это не означает, что мне нужно орать во всю глотку и так далее. Я просто внутри его пропускаю. Внутри гнев. Потому что за гневом там, конечно, оживляется несправедливость или что-то. Я позволяю этому быть. И вот когда вы позволяете, дальше у вас появляется способность вести себя в соответственной ситуации. Как только вы чувствуете вот эти какие-то чувства, которые интеллектурирует нельзя, их сначала нужно принять. И наша бессознательная очень часто знает, что нам нужно на самом деле. То есть, в принципе, интуиция наша, она где живет? В бессознательном. То есть, у нас же как? Первая мысль, она идет с бессознательной интуицией, а затем включается сознание. Ты что там, да, и так далее. Нет ничего абсолютно вредного и полезного. Любое полезное содержит в себе ростки вредного. А любое вредное, ростки полезного. Но вот ростки в полезном вредного. Допустим, слишком такое рафинированное, ну, слишком-слишком прям здоровое питание, прям уж прям вообще, да. Понимаете, сорняки, они выживают всегда. А вот эти вот культурные растения, они, на ней, они, все селекционные коровы, они болеют. Они все на антибиотиках и прибывках. Если им это не делать, они сдохнут. Вот в деревнях, да, вот эти вот выведенные черно-белые коровы, там вот эти черпятнистые молочные породы, они все искусственные. То есть они очень слабо жизнеспособны. Вот, поэтому ваше бессознательное сиюминутно всегда знает, что вам нужно и что вам не нужно. Но даже иногда же вы очень часто телесно чувствуете. Вот, как-то вот не хочется туда, да. Вот, и есть, существует такой способ разговора с бессознательным. Через транс. То есть вы сначала должны войти в транс, наладить связь с бессознательным, и затем, задавая ему корректные вопросы, получать ответы. Вот, смотрите, общий способ разговора с бессознательным, это как бы положить руки на коленки, обе коленки, и с помощью указательных пальцев себе. Допустим, да, указательный палец правой руки поднимается, нет, указательный палец левой руки не знает, как ответить. Иногда бывает, что такой вопрос задать, что бессознательный не понимает, что ответить. Или, к примеру, знаете, знаешь, вопрос, иди, да или нет. То есть здесь тоже искусство задать вопрос, да. И поэтому в этом случае два пальца сразу до времени поднимается. Ну, типа сигнализация, да, что типа не понимаешь, что ты там. То есть два пальца вот так вот, да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!